Привет, друзья! Сегодня поговорим о том, как уходили всем известные актёры кино и телевидения, и что послужило причиной. Владислав Галкин – советский и российский актёр театра и кино, за плечами которого было более 40 ролей в кино и сериалах. В 1999 году снялся в роли участкового Алексея в фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». В 2002 году Галкин получил премию Ника за роль старшего лейтенанта в фильме «В августе 44-го», а спустя несколько лет – две премии «Золотой орёл» за телевизионный сериал «Диверсант». В этом фильме Влад работал сам, без каскадёров. Никто из зрителей и не догадывался, что всё это актёр проделывал с травмированной ногой. Он повредил её на съёмках и пережил 8 операций. Ему грозила ампутация. Несмотря на травму, актёр также в 2004 году сыграл роль в сериале «Дальнобойщики 2», которая принесла ему народную любовь и признание. А в следующем, в 2005, исполнил роль Ивана Бездомного в телесериале «Мастер и Маргарита». Актёр с каждым годом набирал обороты, становился всё популярнее и востребованней. С того дня прошло уже более 10 лет, а друзья и поклонники до сих пор задаются вопросом, почему любимый актёр ушёл из жизни в самом рассвете сил. В этой истории с самого начала было больше вопросов, чем ответов. В квартире актёра была найдена загадочная записка «Жду звонка». На столе стояла пустая бутылка из-под коньяка и пачка томатного сока. Но самое главное, в квартире Влада была обнаружена кровь. Что же на самом деле произошло в квартире Владислава Галкина? «Свой парень, настоящий мужик, весёлый, обаятельный» – таким остался в памяти зрителей Влад Галкин. Именно таких персонажей актёр играл в кино. Весёлым, обаятельным был он и в жизни. Но мало кто знает, как нелегко было Галкину в последний год жизни. Он выдался для актёра очень тяжёлым, сплошная чёрная полоса. Проблемы навалились, как снежный ком. Началось всё летом 2009 года, когда актёр разошёлся с женой, актрисой Дарьей Михайловой. Разлады в семейной жизни спровоцировали нервный срыв, который привёл актёра к дебошу в баре, в результате которого пострадал представитель власти. А сам Галкин получил наказание в виде 14 месяцев условно и полтора года испытательного срока. В одно мгновение Влад стал объектом охоты для жёлтой прессы. От этой шумихи Галкину было не скрыться. Ему постоянно звонили и просили прокомментировать свой поступок. Влад остался один на один с собой и со своими проблемами. Но он никому не жаловался, не просил помощи. Галкин всё переживал внутри себя. Утром 27 февраля друг Галкина Игорь Костенко пришёл узнать, почему актёр не отвечает на телефонные звонки. Дверь была заперта изнутри. Не мешкая ни секунды, друг вызвал МЧС. Увы, спасать Галкина было уже поздно. Предварительная причина смерти – сердечный приступ. Как сообщали некоторые источники со ссылкой на экспертов, в крови 38-летнего артиста было обнаружено около 3,2 промилле алкоголя. А это доза, несовместимая с жизнью. Но ведь спиртное Владу могли влить и насильно. В передаче «Человек и закон» Борис Галкин, отец актёра, предоставил факты, на основе которых можно сделать предположение о преднамеренном убийстве. Так, 19 февраля 2010 года Владислав снял в банке 136 тысяч долларов, которые собирался потратить на ремонт в квартире, купленной после расставания с женой. По данным отца, актёр хранил деньги дома, о чём предполагаемые заказчики и исполнители преступления могли знать. Кроме того, на телефон Галкина-младшего приходили смс-сообщения с угрозами. А спустя несколько дней после посещения банка, на лице актёра появились кровоподтёки. По словам Бориса Галкина, ссадины и синяки были видны на теле уже мёртвого актёра. Указанной Борисом Галкиным суммы при обыске квартиры найдено не было. Смутило отца и наличие в комнате рядом с телом бутылки коньяка и пакета томатного сока. После того, как у Владислава диагностировали панкреатит, он прекратил употреблять алкоголь и сел на диету. Факты, приведённые Борисом Галкиным, ничем не подтверждены и в документах следствия отражены не были. В одном из своих последних интервью Владислав Галкин сказал, «Я не говорю, что я белый и пушистый. Я такой, какой я есть. Он не был ангелом. Он работал, любил, совершал ошибки, страдал и радовался жизни, как, наверное, и все мы». «Всё кончилось. И он умеет проводить. И он уходит. А перед глазами вся жизнь». Андрей Краско – советский и российский актёр, театр и кино, телеведущий. Проснуться популярным Андрею Краско помогла роль в сериале «Агент национальной безопасности». Лента вышла на экраны в 99-м году и сразу же приковала внимание зрителей. И хотя Андрей оказался несколько в тени главного героя, которого сыграл Михаил Пореченков, для Краско настал «Звёздный час». В период с 99-го по 2003-й год он снялся в таких фильмах, как «Бандитский Петербург», «Сёстры», «Убойная сила 3» и других. В свои последние годы актёр был очень востребованным и знаменитым. Окончательно утвердиться в статусе нового кумира зрителей ему помогли роли в картине «Лунгина. Олигарх» и сериале «Линии судьбы». Но лучшей работой Андрея стала роль в драматическом фильме «72 метра», где сыграл роль Янычара, командира подводной лодки «Славянка». В 2005 году Краско появился в сериале под названием «Гибель империи». Также был задействован в таких проектах, как «Девятая рота», «Жмурки», «Сволочи» и других. Краско не раз говорил, что работа его погубит, но при этом даже не думал сбавлять сумасшедший ритм жизни. Он не скрывал, ему нужны деньги. Куча планов, забот и проблем, которых без денег не решить. На нём висел кредит. Он очень хотел приобрести квартиру, строил загородный дом, который всё никак не достраивался. В последние месяцы актёра одолевали проблемы со здоровьем, подводили лёгкие из сердца. Врачи только негодующие качали головами, сетые, как можно было довести организм до критической точки. Ситуацию ухудшало пристрастие Краско к алкоголю, который всё чаще становился для него единственным способом расслабиться и забыть о невзгодах. Андрей Краско ушёл из жизни на рабочем месте на съёмках сериала «Ликвидация». Схватило сердце. Врачи пытались реанимировать потерявшего сознание артиста, но оказались бессильны. Актёру было 48 лет. Владимир Турчинский – спортсмен, тренер, телеведущий и киноактер. 16 декабря 2009 года в 5 утра Владимир проснулся от того, что ему стало плохо. Встав с кровати, он потерял сознание и упал на пол. Супруга Ирина Александровна вызвала бригаду скорой помощи, но прибывшая неотложка могла только констатировать смерть. Что же стало причиной? Об этом далее. Уже в пятом классе Владимир был медалистом первенства Москвы по борьбе. В восьмом вошёл в состав сборной по самбо, а в 16 стал мастером спорта. Позднее увлёкшись атлетизмом, Владимир и на этом поприще достиг высочайших результатов. Спортсмен попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый сильный россиянин, за то, что установил несколько рекордов. Турчинский сдвинул самолёт «Руслан», который весит 260 тонн, поднял слониху и автомобиль с 12 пассажирами. Одной рукой протянул 20-тонный двухэтажный автобус на длину 100 метров. В период перестройки Турчинскому пришлось поработать и фотографом, и телохранителем, в том числе у певца Дмитрия Маликова, и в охране завода, и в компьютерной сфере. Довелось спортсмену некоторое время занимать и должность учителя физкультуры в школе. Известность пришла к Владимиру уже в нулевых, когда он стал ведущим целого ряда популярных шоу на телевидении, среди которых были «Мама, папа, я, спортивная семья», «Фактор страха», «Убойная лига» и другие. В 2007 году начал сотрудничество с каналом ТНТ, где вошёл в число телеведущих проекта «Смех без правил». Соведущим популярного гладиатора стал резидент комедий-клаба Павел Воля, получивший прозвище «Динамит», актёр также сыграл несколько заметных ролей в кино, на его счету более 30 фильмов и сериалов. Чаще всего актёру давали роль здоровяков военных, «Спецназ», «Родина ждёт», «Грозовые ворота», «Солдаты новой призывы» и другие. Но Владимир участвовал и в комедийных сериалах «Папины дочки», «Счастливые вместе», «Сваты». Последний фильм с участием актёра «Небо в огне» вышел в 2010 году, уже после смерти спортсмена. Как рассказывал позднее коллега Турчинского Сергей Рост, незадолго до смерти Владимир обращался к медикам по поводу своего здоровья и не услышал от них ничего хорошего. Ему было поставлено прединфарктное состояние, но в последние две недели он говорил, что чувствует себя отлично, делал какие-то процедуры, говорил, что они ему помогают. Другую версию событий излагал тогдашний президент Федерации силового экстрима России Алексей Щепановский. Он говорил, что у него что-то щемило в груди. Он пошёл в поликлинику, прошёл необходимые процедуры и никаких отклонений выявлено не было. Также стало известно, что незадолго до своей скоропостижной кончины Владимир Турчинский делал в себе процедуры плазмафереза очищения крови и начал принимать гормональный препарат. К тому же динамит дополнял свой рацион многочисленными биодобавками и витаминными препаратами. Но всё это могло послужить лишь причиной к основному событию, прервавшему жизнь шоумена. Оказывается, Турчинский страдал от тромбов лебита и оторвавшийся тромб послужил поводом смерти. Тромб перекрыл левую коронарную артерию, которая снабжает сердце кровью, богатой кислородом. Ирина Турчинская, вдова Владимира, сообщила публично, что после того, как мужу стало плохо, он был жив ещё около 30 минут, в то время как до ближайшей больницы, от которой до их дома 20 минут езды, не отложка добиралась 1 час 20 минут. Владимиру Турчинскому было 46 лет. Андрей Панин – российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Путь Андрея Панина к славе был долгий тернист, но даже получая за первые работы копейки, он и не думал бросать актёрскую профессию. Целеустремлённость и самоотверженность артиста окупились сполна. После картины «Мама не горюй» и выхода сериала «Бригада» на него обрушилась популярность и любовь зрителей. Актёр оставался востребованным до конца дней. Он сыграл бы ещё десятки ярких ролей, если бы не ушёл из жизни столь неожиданно и рано. Что же стало причиной? Об этом далее. В кино Андрей Панин начал сниматься в начале 90-х годов, а первая узнаваемость пришла к актёру после роли морячка в криминальной комедии «Мама не горюй». Также на его счету были остросюжетная картина «24 часа», социальная драма «Граница. Таёжный роман», трагикомедия «Свадьба», детективный сериал «Каменская». Всероссийская слава обрушилась на Андрея после исполнения им роли коррумпированного оперуполномоченного Владимира Каверина в криминальной саге «Бригада». Знаешь, такая объясня есть? Это очень хорошо. Даже очень хорошо. Позднее он снимался в спортивной драме «Бой с тенью», в приключенческом боевике «Трио», за который получил специальные признаки на фестивале «Окно в Европу», в исторической ленте «Всадник по имени Смерть» и мелодраме «Ванечка». Очень мощными получились образы, созданные Паниным в военных фильмах «Сволочи» и «Последний бронепоезд», «Мелодрамах», «Поцелуй не для прессы» и «Старшая жена», «Психологических картинах», «Преступление и наказание» и «Апельсиновый сок», «Триллерах», «Журов» и «Иллюзия страха». Последними работами Панина стали военная драма «Гетеры майора Соколова» и «Детектив Шерлок Холмс», где он исполнил роль доктора Ватсона. Андрей Панин погиб 6 марта 2013 года на 51 году жизни. Одна из первых выдвигавшейся версии гибели – несчастный случай. Тело Панина было обнаружено около 11 часов утра 7 марта 2013 года в его квартире в доме на Балаклавском проспекте на юге Москвы. Предварительной причиной смерти была названа потеря крови вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Как первоначально утверждали специалисты, он упал с высоты собственного роста и сильно ударился головой. Однако вечером того же дня возникла версия о насильственной смерти. Судмедэксперты, исследовавшие тело, пришли к выводу, что в результате случайного падения такого рода травму актер получить не мог. Вполне вероятно, он был убит. Согласно источникам из судмедбюро, лицо Панина было разбито в кровь. Правый глаз закрылся от выраженной параорбитальной гематомы. Обнаружены ссадины на костяшках пальцев рук, гематомы в области коленных суставов, а в ранах были найдены осколки стекла. Панин, скорее всего, сопротивлялся и ранил убийцу. На борьбу указывали и другие признаки – следы крови, беспорядок по всей квартире, сдвинутая мебель. Странные звуки и стоны слышали и соседи, но не обратили должного внимания. Через год после смерти Панина дело о его гибели, по некоторым данным, было закрыто. Согласно другим источникам, расследование продолжалось. По мнению родителей актера, убийство могло быть связано с крупным денежным долгом. Юрий Степанов – советский и российский актер театра и кино. Дебютными в кинематографической карьере стали эпизодические роли в картинах «Грабовщик» Петра Фоменко и «Орел и Решка» Георгия Данелия. Опыт работы со знаменитыми режиссерами и актерами не прошел даром. Скоро Юрия Степанова начали приглашать и в большое кино. В главной роли Степанов снялся в картине «Время танцора» Вадима Абрашитова. Потом в фильмографии Степанова появилась роль телохранителя Гоши в нашумевшей ленте «Привет от Чарли Трубача» и образ следователя Пафнутьева в культовом сериале «Гражданин начальник». На большинство зрителей запомнила актера по сериалу «Штрамбат». Антип Глымов, сыгранный Степановым, для многих зрителей остался любимым персонажем. Юрий Степанов ушел из жизни 3 марта 2010 года в автоаварии. Смертельное ДТП случилось ночью в Москве. Артист только что сыграл в театре спектакль и домой решил ехать на такси. Правда, вызывать по телефону не стал, а проголосовал у дороги. Сел в четверку к первому остановившемуся водителю на переднее сиденье. Когда машина остановилась на перекрестке перед светофором, в нее сзади врезался автомобиль Мазда 6. Водитель Мазды значительно превысил скорость и поздно заметил остановившуюся на перекрестке машину. Впоследствии того, что водитель ВАЗ-21043 вывернул колеса до начала маневра, его автомобиль от удара сзади вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с ехавшим на большой скорости автомобилем ВАЗ-2113. Удар пришелся именно в то пассажирское место, где сидел Юрий Степанов. Актер погиб на месте. Другие участники аварии не пострадали. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище. Могила актера находится рядом с местом погребения Владислава Галкина. Актеру было 42 года. Игорь Арташонов – российский актер театра и кино. Миллионы зрителей помнят его как прекрасного исполнителя бандитских ролей. Сыграл в «Бумере-2», в сериале «Зона» и других. Его называли заслуженным бандитом российского кино. Но амплуа Арташонова на игре «Негодяев» не ограничивалась. За его плечами более 50 ролей в различных кинофильмах и сериалах, где он играл военных, представителей власти, в частности следователей, инспекторов ДПС и просто людей, далеких от криминала, как, к примеру, в сериале «Молодежка». А в начале своей кинокарьеры Игорь Геннадьевич и вовсе сыграл Владимира Высоцкого в фильме «Копейка». 2015 год для семьи Игоря Арташонова начался трагично. В январе, когда жена Кристина с дочерью Ладой уехала к родителям в Брянск, в их семейную квартиру ворвались грабители. Актер был избит до полусмерти. Его доставили в больницу в тяжелейшем состоянии и сразу же ввели в искусственную кому. Он чудом выжил и очень медленно начал восстанавливаться. Коллеги, как могли, помогали семье в этот период, ведь Арташонов нуждался в немалых средствах на операции. Но в середине июля состояние Игоря резко ухудшилось. 18 июля 2015 года актера не стало. Как показало вскрытие, причиной смерти послужил оторвавшийся тромб. Актеру было 51 год. Дмитрий Марьянов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Известен по ролям в кинолентах «Боец», «Гибель империи», «Личная жизнь следователя Савельева», «День радио», «Вышибала» и других. 15 октября 2017 года СМИ сообщили о скоропостижной смерти Дмитрия Марьянова. Согласно первой информации, актер умер по дороге в больницу, куда его доставили после резкого ухудшения состояния. По словам друзей, артист почувствовал себя плохо на даче. Позвонили в скорую. Диспетчер предложила либо ждать машину, находившуюся на вызове, либо отвезти актера самим. По пути в госпиталь Марьянов скончался. В ходе расследования смерти актера выяснилось, что Марьянов не отдыхал у друзей, а лечился в реабилитационном центре «Феникс». Причиной смерти актера следствие называет сквозной разрыв задней стенки левой общей повздошной вены с образованием массивной кровопотери. Установлено, что актер находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. 15 октября он не менее 10 раз пожаловался консультантам центра на плохое самочувствие и боль в ноге. Но директор, зная об отсутствии у Марьянова средств связи для самостоятельного обращения к врачам, не стала вызывать для него скорую помощь. В итоге скорую вызвал один из клиентов центра, но уже было поздно. Специалисты говорят, что своевременное обращение к медикам могло бы спасти Марьянову жизнь. Актеру было 47 лет. Берегите себя и своих близких. Всем успехов!